После обвинения спецпрокурора Мюллера, выдвинутых против российских троллей, Дональд Трамп уже не называет российское расследование выдумкой. Сегодня он опять обвиняет Обаму в том, что тот допустил вмешательство России в выборы. А также призывает спросить у генпрокурора Джеффа Сэшнса, почему нет в связи с этим никакого расследования в отношении Обамы и демократов. Напомним, вчера Трамп заявил, что было в отношении России намного более жестким, чем его предшественник. Это мнение было крайне критически встречено многими СМИ и пользователями соцсетей. Но пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявление президента пообещала в ближайшее время поддержать конкретными доказательствами. О чем идет речь, она не пояснила, однако привела другие уже известные доказательства превосходства Трампа над Обамой в российском вопросе. Он помог выделить 700 миллиардов, чтобы восстановить нашу армию. Он посодействовал экспорту энергоносителей в Восточную Европу. Он поддержал санкции, введенные администрацией Обамы. Он закрыл три российских дипломатических объекта в США. Он помог украинцам с вооружением, в чем Обама проявил слабость, отказываясь от давления на Россию. Затронута на пресс-брифинге была и тема секретного допуска Джареда Кушнера. Точнее, отсутствие у зятя президента такого допуска на протяжении довольно-таки долгого времени, при том, что он работает с секретными документами. После скандала с Робом Портером, глава аппарата Джон Келли ввел в действие новые жесткие требования безопасности. В частности, он лишил временного допуска тех сотрудников, которые с июня не могут получить секретный допуск. В эту категорию попали Джаред Кушнер и Иванка Трамп. Несмотря на это, Сандер сказала журналистам, что никакие новые правила не повлияют на ту ценную работу, которую делает Джаред. Параллельно вышла статья New York Times, в которой рассказывается о противостоянии Кушнера и Келли, возникшей на этом фоне. Кушнер считает, что Келли принял новые правила, чтобы применить их конкретно к нему. Сам глава аппарата накануне выступил с заявлением, в котором выразил свою уверенность в способности Кушнера выполнять свои обязательства, касающиеся международных отношений, в частности, мирного процесса в Палестино-Израильском конфликте. Интересно, что в это же время Трамп призвал в Твиттере усилить систему проверки на безопасность. Правда, он имел в виду проверку, которая должна проводиться при продаже оружия. Популярной темой обсуждения в сети сегодня является еще один твит Трампа. В нем он отрицает обвинения в домогательстве, о которых Вашингтон-Пост вновь напомнила Рэйчел Крукс, одна из бывших сотрудниц Трамп-Тауэр. Женщина, которую я не знаю, насколько мне известно, которую я ни разу не встречал, на главной странице Вашингтон-Пост утверждает, что я целовал ее, как оказывается, две минуты в холле Трамп-Тауэр 12 лет назад. Этого не было. Кто будет это делать в публичном месте, где полно камер наблюдения? Еще одно ложное обвинение. В интервью CNN Крукс заявила, что не удивлена словами Трампа. «Я думала, что у него, как нашего президента, есть более важные дела, чем нападки на меня в Твиттере», сказала Крукс, которая, кстати, собирается стать одним из кандидатов на выборах в штате Огайо. Стрелы критики летят в Трампа и за поездки его сына Дона в Индию, где он встречается с промоутерами и покупателями роскошных домов, построенных в Трамп-организейшн. Пресса вновь пишет о конфликте интересов Трампа и о том, что он использует свое положение для продвижения бизнеса. Но Дон Младший заявил, что на самом деле их компания только теряет на президентстве деньги, потому что избегает заключения контрактов, способных вызвать этические вопросы. Как сообщает Washington Post, накануне приезда Трампа Младшего, многие индийские издания разместили рекламу со словами «Трамп здесь, а вы приглашены». В ней после покупки апартаментов был обещан ужин с сыном президента США.